Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Расти Лейк Парадайз. Рай. Расти Лейк. Райский остров. Мы с вами продолжаем. У нас казнь... Какая? Пятая? Сейчас я вам скажу, какая у нас казнь. Казнь у нас четвертая. Вот она. Называется она мухи. Так, ну что ж. Птичка. Куличок какой-то. Камень мы пока поднять не можем. Просто бегает куличок. И наверняка с этим камнем что-то надо будет чего-нибудь туда подложить, чтобы прихлопнуть спичку. Не забываем, что это милая игра. Да, от слова нет. Поэтому детей от экранов убираем. Убираем детей от экранов при просмотре игр от Расти Лейк. И чем дальше, тем лучше. Я имею в виду, детей убираем. Так, смотри, тут у нас опять есть какая-то дорожка. Так, что с нашим братом? А-а-а. Братильник. Братильник в бабочку сейчас превратится. Ох, господи. Нифига себе, бабочка. Братильник, привет. First fly. Первый полет. Достижение. Братуха, ты куда? Едь, блин, куда он полетел? Сердечко у нас тут, да? Опять идол просит крови. Что на сей раз с березками? А это что? Вот так вот есть много сахара, друзья мои. Да? В прошлой серии он попросил нас много всяких сладостей. И теперь вот, пожалуйста. Я уж даже не знаю, насколько это хорошо или плохо. А что? Подожди. Я вот что в прошлой серии смотрела здесь? Такая странная вот эта вот. Или это у меня монитор грязный? Ну, нет, вроде. Странная штука. Береза очень странная. У нас нету ничего в руках, поэтому нам пока делать нечего. Поэтому пошли дальше. Что тут еще? О, и яма осталась. Зайцы. Не забываем, что тут надо иногда что-то тыкать миллион раз. Чтоб оно сработало. Ну, очевидно, зайцем не тот случай, потому что наверняка ему нужно что-то дать, чтобы он окончательно выскочил. Так, дрова мы сразу забираем. Что на сей раз нас ждет в домике? Ммм. Мы будем варить суп из зайчатины. Не так ли? Ну и, конечно, головоломочка. А, подожди, что надо-то? А. То есть их надо перемещать, да? Поменять местами этот с этим. Ммм. Ну, как-то так, наверное. Сеструх, ты что тут делаешь? Отдай лопату. Не страх ослепил меня. А зачем ты в ящик залезла? Он же маленький. Там же неудобно. Влезай. Влезай. Тебя откопать? Нет. Не хочет. Так, свечку мы тоже возьмем. Свечка, очевидно, мы подожгем горшок. Бабуля, ты что там делаешь? Найди своего брата. Найди своего брата. Бабуля, вылези. Мы ее сварили. Черт возьми, зачем я подожгла? Ну, окрышка не открывалась, пока я там не сделала и жарко. Так, морковка для кролика. Да? Давай сначала все осмотрим. Блин, эта игрушка, это что-то. О! Это гениально. Ну, что я могу сделать с этим ежом? А, надо сделать так, очевидно, чтобы наш рак, он пойдет и туда, очевидно, повернется, потом повернется сюда, и здесь пойдет так, да? Ага. Ясно, значит, поближе надо ставить. Ньооо! Почем некоторые ракушки не двигаются, да, вот эти... А, нет, эти двигаются, странно. Ааа, так. Так... Ну вот... Оооо... Нет... Ооо... В этом мучения... Угу... Ну тут вроде как-то кажется попроще, нет? Ладно... Угу... 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 Так, пошел сюда-сюда... Подожди, вот это у меня не задействовано... Угу... Опять тут у нас три лишних осталось... Сюда вернулся... Угу... Угу... Сюда... Сюда... Еще одну... Надо ему куда-то... Направить... Подожди, сюда пошел... Сюда пошел... Сюда... 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 Вот это... Вот это лишнее... Вот это лишнее... Ну мы можем вот так поставить... Наверное... Сюда... 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 Не хочет. Ладно. Морковку мы знаем куда. Там у нас был кролик. Может, кролика выкопать сначала? На, кролик. Опять летит, брательник. Слушай, ты кровопытца просто. Ты что с кроликом сделал? Ужасно. Кроличье сердце, ты что сотворил? Лопатой тебя. Давай кролика закопаем. Нельзя же его так оставлять. Офигеть. Бедный зайчик. Может, маму обратно сердце ставим? Кошмар. Ладно. Кого мы еще сегодня прибьем? Птичку? Птичку. Птичка, беги. Птичка. Червячка, нет? Сюда явно надо что-то поставить. Сюда явно надо что-то поставить. Блин, слушайте, мы монстры. Мы монстры. Вылупился. Ну, а кто мог еще вылупиться? А, смотри, тебе, наверное, надо типа кроличьего сердца, да? Хорошо. Теперь крабье мясо, да? Червяка? А червяка он не хочет. Значит, явно, явно нам надо идти к птичке. Явно что-то надо делать с птичкой. У меня остается только свечка. И лопата. Либо все-таки надо кого-то закопать. Давай вернемся, наверное, к сестре. Мене сюда. Поставим свечку на зайчика. Опа! Карта. Мистер Кролик. Туз червей. Это очень странно было сейчас. Ну, ладно. А что? А как? Отдай. Отдай. Не отдает. Туз червей. Чтобы это не значило. Вот, ну. Бабуля. Найди брата. Да брата хулиганит всячески. Что ж теперь делать-то с братом? Не страх ослепил. А ты слепа? А, теперь это объясняет, почему ты так стрижешь волосы. Так, где еще кого там? Обратильник наш сожрал этого рачка. Может, его тоже надо как-то закопать. Там, не знаю, муху ему предложить. Свечку на него поставить. Нет, с этим рачком уже ничего нельзя сделать. Что у нас тут? А! Вот она под... Уди! Не позволим воспользоваться моими воспоминаниями. Свят, свят. Точно свечку надо ставить. Ладно. Пошли ловить куличка. Сейчас мы подопрем камешек. Так, что у нас там с достижениями? Еще двоих нету. Еще двоих нету. А, угу. Угу. Палочку. Вот. Червячка. Ой. Чего, брательник? Опять будешь мучить птичку? Ага. Птичье сердце. Да, ты молодец. Ты достойный последователь своего идола. Шесть. Птичка сдохла. Мух, мух. Мух, будем ловить? Лопатой. Давай его закопаем. Свечка. Не, ну мухи-то не зря тут летают. Что-то с этими мухами явно надо сделать. Да? Что мы можем сделать с мухами? Сжечь свечкой. А почему нам сейчас не дали за птичье сердце никакого достижения? Да, не дали. Странно. Ну ладно, давай продолжим. Не, как-то что-то тут с этими мухами. Ладно, давай сначала пойдем отдадим сердце этому кровожадному тотему. Сердце птички. Бриллиант. Бриллиант, по-моему, сюда идет, да? Ого. Тут-то не было папа в предыдущей. А, S равняется одному. Славный день озера наступит. Славный день озера наступит. Подожди, не-не-не. Приверни. Вот здесь вот. One will find... Один найдет смерть, другой... Озарение. Вот, просветление. Один встретит смерть, другой просветление. S равняется единице. Запомним. Ладно, наверное, запомним. Так, дальше. Просветление. Избранное. Ну, что мне скриншот теперь сделать? Эликсир жизни и смерти. Цветок. А, вернись обратно. Я сказала, вернись. Цветок. Волосы. Какие-то рога, короче, сердце. Вуд. Дерево. Какая-то лодх. Короче, кулачок этого. Так, ага. Это равняется 3. Наверное, это все ерунда. А я сейчас беру этот самый бумажечку и записываю. Значит, смотри, у нас S это единица. Теперь треугольничек вниз. Это число Пи. Очень интересно. Так, треугольничек вверх с палочкой. Это 3. Что мы еще тут видим из знаков? Пока что вроде ничего. Дальше. Извлечение воспоминаний. Ага. Такая штука перечеркнутая. Это типа 8. Голодный призрак. Сбалансирует субстанцию твоих прошлых жизней. Ага, ага. Наши воспоминания принадлежат озеру. Да, все отлично. Вот этот вот значочек. Это X. Избранный. Ага. Так как у нас тут профили найдет разговор. Ладно. Более того, я пока не трогаю. Вот у нас тут S единичка. Эта штука была на 3. Эта штука была на 8. А это было не на X, а на 10. Вот. Блин. Только я еще раз книгу посмотрю внимательно. Я знаете, что сейчас сделаю, друзья? Секундочку. Я просто возьму сейчас, сбегаю за мобилой и перефотографирую. Потому что это нам явно понадобится. Вот прям. Особенно вот этот вот круг. Так что секундочку. Короче, я все отсниму. Не знаю, насколько это нужно. Это, в принципе, то, что у нас нарисовано там на алтаре на нашем. Так что... Сжечь никак? Сжечь никак? Ладно. Наверное, это все, я так понимаю, да? Здесь больше никаких сюрпризов в этой книжке нету. Ну, по крайней мере, я ее засняла. Что, ты летишь к папе? Подожди, папа кушать. Мне необходимы ее воспоминания. Мне нужно найти... Она сказала, что не надо воспоминаний. Свечку держи. Короче, все. Папа, тебе хана. Сын прилетел. Души свет. О, получено достижение, Блади. Чего-то кровавое. Что, папочка? Ты зачем сожрал папу? Это вот наш герой, за которого мы сейчас играем. Однажды ты познаешь истинную сущность, жертву. Трэш, конечно, полный. Там у нас бабушка так и сидит в этой кастрюле. Бабуль. Да нашла я брата. Так. Это все страннее и страннее, я вам скажу. Это все страннее и страннее. Не ешьте много сахара. Все, что я вам хочу сказать. Не ешьте. Это плохо закончится. И теперь у нас дохлая корова. Казель Пятая. Мор скота. О, мой Бог. О, мой Бог. Салат латук. Все, больше нам ничего там не вылезет. Никакая рука с картой. Тоже был белый кролик. Его перерождение. Или... В общем, ему и здесь не повезло. Так, корова. Что с тобой не то? У тебя... Заражение. Ясно. О, там уже вороны кричат. Не, ну подожди. Ну вот же, одинаковые. Это серенькая и эта серенькая, да? Ага. Слушай, они там прямо орут. Вороны. Слушай, ну корове, наверное, надо предложить листик. Хочешь? Не хочу. О. Тут у нас есть одинаковые, вроде как, по... По формам. Одинаковые по формам. Может быть, надо, чтобы из одной формы в другую приливалось. Например, если я так начну... Нет, если я так начну... Смотри, например, вот это, это. Потом идет форма вот это. Да. Но мне нужен и этот же цвет. Он вообще такой вот. Ага. Пустой. Так, и это пустой. Теперь мне нужен зеленый. Зеленый переходит в овальный. Овальный желтый переходит в такой. Это розовый загогулиный. Переходит в розовый круглый. Розовый круглый переходит в серый круглый. Серый круглый переходит в серый. Да. Тут что-то есть, но у меня ничего нету, чем туда откруть. Мне нужен какой-то ножик. Корова, хочешь, последний раз предлагаю. Не хочет корова. Ладно. Так, подожди. Здесь корова у нас. А что у нас еще? Что у нас тут? Корова. Дырочка в боку. Нам явно нужен какой-то ножик. Здрасте. Я все пытаюсь куда-то посадить. Этот самый салат. Салат. Никому не нужен салат. Никто не любит салат. Пошли сюда. О, смотри, березы. Все, теперь у нас желтые. О! Огород. Салат. Опять не хочет сажаться. А что у нас за тыквы? Пока что непонятно, что тут делать. Нужна какая-то схема. О, что здесь? Туалет типа сортир? Ой, мы уже это знаем. Ой, знаем. Ой, прям... Если очень много потыкать... Нет. Что-то нужно. Что-то туда нужно. Пошли, пойдем наверх. А, да, папа жив? Салатику на путеброду не хотите? А, вам надо собрать, да? Нет, еще не готово. Я хочу свой бургер. Скажет папа. Папа не может ничего сказать. У него все завязано. Он, наверное, ни бургер съесть не сможет, ни сказать ничего не сможет. Ладно, опять окошко открытое, что подозрительно. Салат мы ему уже на бургер нашли. Окей. Слушай, ну не говорите, что мы будем корову резать для этого бургера. Вот, кстати, у нас, видите, нарисована какая-то картошка или что-то. Не знаю. Ладно. Как тут, ничего нету? Осень пришла. И коза тоже вся в этой фигне. Ага. Два. Один. Два. А надо, чтобы не перекрещивалось, да? А нельзя, чтобы три было, да? Так. Подожди, давай заново. А, это количество, сколько мы можем провести из него, да? А, это количество этих самых полосок, сколько мы можем провести из каждой. Так, хорошо. Значит, здесь одна, здесь одна, здесь три. раз, 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 раз и раз. Ой, их несколько, их несколько. так, и указывает тоже какое-то, чего-то. Чего-то ей там надо вырезать. Так, ведро. Окей. Что у нас в домике? Бабуля, ножичек есть? А, ты тут мне мелко нашинкуешь. Хорошо, что у нас тут? Расти Лейкбюргер. Салат мы правильно положили. А мы можем это взять? Черт, как много ингредиентов нужно. Да и нож, он мне пригодится. Ага. Бабуль, че скажешь? Все ясно, без слов. Все ясно. Коза, извини. Молока даешь? Нет, не дает. Мне от себя только кусочек нужен. Козе бекон. Коза, ну я тебе зашью тут все. Давай. Нет. Бедная коза. Надо было, кстати, ей салат предложить. Рано мы положили его на бюргер. Че у нас тут? Никаких больше новостей нету. Ворон каркает. Итак, какой бы ни был у нас мор животных, мы готовим с вами бюргер. Ура. О, кабан. А он раньше там был? Я по-прежнему не знаю, что делать с этим. А, кабан, туалет. Кабан, ты был в туалете? Я знаю, что ты ходишь в туалет, кабан. Долг будет наш путь к этому бюргеру. Ну, пошли вырежем из коровы, наверное, кусочек, а заодно мы ее подоем, скорее всего, да? Спасибо, корова. Бедро с молоком. Вот сырая говядина. А что с этим горшком? А, здесь был салат, да? Может, молочком полить, вырастет сыр? Ибо я не знаю, как мы будем делать все остальное. Бедная корова. С дырочкой в боку, ну ей вроде норм. Вот у нас с этим кабаном было, который тут бегает. Может, мне его как-то надо поймать где-то? Нарезать шпека? Коза с дырочкой. Так, ну что, давай попробуем что-то отдать бабуле. Что она там должна нашинковать? Это бекон, я так понимаю. Так, кусочки бекона и сырая говядина. Рубленая говядина. Молоко? Не, молоко она не будет взбивать из него масло. Так, давай-ка посмотрим еще на этот самый рецепт. Так, салат мы положили. Что вот это такое? Еще какой-то салат. И меня эти самые... Ну, слушай, наверное, отожарить надо, да? Бургер. Кусочки бекона. Бекона. Молоко. Нет. Нет, молоко не хочет. Молоко не хочет. Правильно ли я все с молоком сделала? Корова. Может, корове надо скормить бекон? Ой. Я не знаю, что это было. Какое-то достижение, которое осталось за кадром. Ну, ладно. Корова. Подожди. А если это... Эта корова наверняка какая-нибудь... Ганнибалка очередная. Если предложить бекон... Не, ну, зарезать я ее не хочу вообще. Смотри, она бекон откусила. О, вернее, этот самый... Что это у нас было? Бургер? Бургер. Так, хорошо. Значит, теперь этот бургер мы пока подождем отдавать на... А что сюда? Блин. Это сыр? Офигеть, сыр. Ладно. А что, мы так тут его и оставим, что ли? Черт. Была тень кабана. А тень кабана была не зря. Наверняка где-то... О! Кабан! Я думала, мы получим шпек. Ищи мне непонятно, что там с этой грядкой делать, но я нигде не вижу никаких подсказок. Может, там бабка что-то скажет? Кстати, где была эта грядка? Здесь нет. Здесь была коза. А сыр так и валяется. Какая прелесть. Может, что-то эти... Ну, не, береза как береза. Что здесь у нас? Ой, нет. Я устала нажимать на толчки и ковыряться. Может, вот это есть какая-то подсказка нам? Ну, вот. Один, предположим. И один. А-а-а! Надо, чтобы все было закрыто, что ли? Нет? Как тогда? Что-нибудь положить? Пока я не пойму, что тут надо делать. Ну, вот. Это два и два. То есть они должны быть закрыты, грубо говоря. Если я сюда поставлю... Нет, оно не закрывается. А здесь вторая. Это вот это, нет? Вот это? Какая вторая здесь по горизонтали? Или здесь по горизонтали надо закрыть две? Ага. А здесь надо закрыть одну. Здесь надо закрыть одну. А здесь надо закрыть две. Так, тогда. Нет? То есть здесь нам надо закрыть две. И здесь нам надо закрыть две. Здесь нам надо закрыть одну. Ну, вот. А-а-а! А-а-а! Так, здесь нам надо закрыть три. Не хочется думать. Здесь одну. Здесь две. Ну, одна-то закрыта. Чего? Нет-то. А здесь две закрыты. А здесь три, блин. Короче, эта тыква должна быть однозначно здесь. Вот это прям вот ее место. Потому что здесь будет три. Здесь одна. Она одна из трех. Все. Здесь мы сделали. Вот с этими что? Да, здесь закрыты две дырки. А-а-а! Тут надо три. То есть как-то надо двигать эту морковку. А может и не морковку. А как раз вот эту штуку. Вот. Четыре. Гораздо сложнее у нас есть. Четыре туда. Ладно, буду сейчас крустить, друзья, опять же. Без голоса и с ускоренной. На ускорение. Ура! Нет. Это сколько? Пять? Ладно, друзья, умолкаю и составляю. Ну-ка. Ок. Пардон, дожевываю свой бутерброд. И... Нам выдали огурец и еще что-то. Надо нашинковать огурец. А, нет, я так не могу. Так, что у нас там? Папа. Папа. Ой. А, мы можем освободить папу. У меня все еще болит голова. Съешь сыра. Нет, не хочешь сыра. А что тебе сделать? Обратно его завязать? Нет. А просто так вы не будете ничего... Подожди, папа может себе дать этот самый бюргер. На. Не хочет. Помидорчик. Что ему сделать? У него болит голова. Мясу я не доверяю. Наша скотина болеет. На сыр? Сочек сыра. Слушай, надо было ему молока предложить. А я не могу, наверное, этого уже сделать, да? Он мясу не доверяет. Сыра я ему не могу. Сыра он не стал есть. Корова. Бинтик промочить. Блин. Ладно, пошли к бабке. Мы будем резать, наверное, этот самый. Каково? Ну, всякие там огурцы, помидоры. Их же тоже надо порезать. Правильно понимаю? Держи. Что это? Кетчуп. Огурчик. Так, давай-ка посмотрим теперь рецепт идеального бюргера. Растилейк бюргер. Салат мы положили. Это сыр, очевидно, положили. Потом бекон. Потом кетчуп. И потом огурец. Окей. Нет, подожди. Что там был бюргер? Нет? Ай, слушай, а все не так было. Бекон. Сейчас, короче, мы сделаем тебе. Все не так? Ага. Понятно. Понятно. Все понятно. А, бумажки тебе? О, я даже представляю, что надо. Ну, конечно. Кубик, понимаешь ли. Ой, фу. Черная дыра. Конечно. Знак. Вау. Вау. Так, это наша матушка искала эликсир вечной жизни? Что делать надо? Ничего. А что у нас по поводу достижений? Ну-ка. Опять две пропущено. Опять две пропущено. Черный куб у нас есть. Ножик у нас есть. О, боже мой. Дядюшка. 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 Черт возьми, дядюшка. Блин, накормили бюргером. Ну, правильно папа сказал. Он не доверяет скотине. Скотина-то у нас того. Больная была. А теперь дядюшка у нас вот. Коньки откинул. Ладно, я буду сейчас искать, что еще делать. Что делать-то? Может, к бабке сходить? Кэттл сик, да. Давай-ка сходим к бабке. Скажем, что... Дядя откинул коня. Мой сын всегда голоден. Ты наконец-то разговаривала. С твой сыном уже все. Все, мы уже... Если только куб поджарим, ну, это было бы странно. И, в принципе, мы можем, да, положить этот самый кубик. Но чего-то, чего-то я еще не нашла. Ладно, друзья, я буду искать. Буду искать за кадром, поскольку это сейчас нам совсем не интересно. Так что увидимся с вами через пару секунд. Так, слушайте. Единственное, что я переиграла, дошла до этого уровня. Почему? Я посмотрела внимательно на записку. У нас не так был сделан бургер. У нас сначала шел салат. Потом вроде как на картинке шел вот это вот. Потом только сыр. После сыра бекон. После бекона кетчуп и огурец. Вот, получено чё, перфект. Перфект бургер. Может, теперь наш дядя не помрет? Папе мне так и не удалось предложить ни молока, ни сыра. Так что... Да, дяде даю бумажку. Он всё равно помер. Он всё равно помер. Он всё равно помер. И как мы с вами не стараемся... А, и всё ещё нету достижения. Наверное, каким-то образом надо отцу попытаться предложить молока. Он не пьёт молоко. Я ему предлагала. Либо ещё что-то. Я не знаю, корову как-то накормить салатом. Но она тоже не ест салат. Ладно, буду пытаться. Буду пытаться как-то чего-то, что-то сделать, что нам даст ещё достижения. Почему, друзья, за этим гоняюсь? Ну, не то чтобы гоняюсь. Ну, опять же, мне кажется, не зря вот эта вот вся система, она тут есть, она собирается. Обычно, когда ты всё собираешь, тебе чего-то там какую-то ещё экстра-бонус загадочку дают. Поэтому я и намереваюсь найти ещё, что мы тут не доделали. Вот. Ну, знаете, что мы сделаем? Уже и так эта серия у нас огромнейшая. Уже даже дядя помер. Вот. То, чего мы там не добрали, я вам просто вставлю, наверное, в следующую серию, покажу, если найду. Ну, я надеюсь, что найду. Ну, даже если не найду, то, может быть, может быть, это уже крайний случай, где-нибудь чего-нибудь подсмотрю. Вот. Ну, я надеюсь, найду, потому что мне кажется, всё дело в молоке. Вот он зря говорит, я мясу не доверяю, наша скотина болеет. Скотина болеет, и сами видите, что случилось. Всё, дядя помер от нашего бургера. Вот. Так что, вот такие вот дела. Мы лезем с вами в горшок. Да, а я с вами прощаюсь, друзья мои. Увидимся с вами в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok